Здравствуйте дорогие друзья! В нашей недельной главе ЭКЭФ сказаны следующие слова. Знай, что так же как человек наставляет и мучает и вразумляет своего сына, так же и Всевышний наставляет тебя. Это в толковании к нашей недельной главе. О чем говорит сказанное? Это очень интересная мысль, мне надо разобраться. Сказанное говорит о том, что случается, когда с человеком происходит что-то непредвиденно негативное, какие-то нежелательные события. К сожалению, такое бывает часто в жизни человека. И в этом случае пишут наши мудрецы, что нет смысла отчаиваться или расстраиваться вообще, потому что, скорее всего, это убережет тебя от какой-то еще более серьезной неудачи, от какой-то даже беды, горечи или трагедии. Рассказывает одну историю, что один из приближенных к царю Соломону великому попросил, он был близкий человек, он попросил, научи меня языку животных. Как мы знаем, царь Соломон знал язык животных. И Соломон предупредил его, говорит, тебе это не надо, это не нужно. Если бы это было нужно, Бог, вообще все, что человеку нужно, в этой жизни Бог ему дает. Если не нужно, то не нужно. Но тот ему раз, два, три, в конце концов он уступил и научил ему языку. Став понимать этот язык, он услышал, как два воробья разговаривают на ветке, один говорит другому. Посмотри на этого человека, завтра у него окалеет корова. Ну, он быстренько побежал, продал корову, все, и узнал, что на следующий день она окалела. Очень радуется, все чудесно, избежал потери. Через некоторое время он услышал, как две птицы между собой разговаривают, одна говорит другому, посмотри на этого человека, завтра сгорит его дом. Ну, человек побежал, продал дом срочно, ждет на следующий день, сгорел дом. Проходит еще несколько дней, он слышит, как две птицы разговаривают, и одна говорит другому, посмотри на этого человека, завтра он умрет. В ужасе он побежал к своему другу, к царю Соломону, говорит, царь, так и так, я узнал, он говорит, а что я могу сделать? Скажи, а что я могу сделать? По какой-то причине тебе посылались все время какие-то небольшие наказания, чтобы снять с тебя большие, но ты ушел от них? Теперь что могу сделать я? Иногда, когда у нас что-то не получается из того, что мы планировали, когда нас преследуют какие-то неприятности, то кто знает, может они случились для того, чтобы увезти от нас большую, не дай бог, беду. Вот об этом надо обязательно поговорить, человек смотрит на этот мир немножко с другой стороны. И вообще написано, что каждый раз, когда ощущаешь себя озабоченным, расстроенным, обеспокоенным, спроси, стоит ли это проблема той отрицательной энергии, которая накапливается во мне. Написано, что выбор всегда, всегда абсолютно за человеком. Еще одна вещь. Однажды к чернобыльскому рэбе Минахе Мудахому пришел молодой человек и стал объяснять, что в тогдашних попытках реформировать иудаизм, просвещение и так далее, он сказал, ничего так не страшно, смотрите какие изменения. Там где-то начали играть в синагоге музыку, там еще. Надо только присмотреться, он говорит, и вы увидите. Я расскажу тебе такую историю, сказал ему Раф. Один человек в солнечный день зашел в темный подвал и в темнота буквально ослепило его. Ничего, услышал он голос из темноты. Я нахожусь здесь полчаса, глаза уже привыкли, так что все нормально, я уже отличаю даже предметы. Вот этого я и опасаюсь, сказал рэбе. Не хотелось бы привыкнуть к темноте и принимать темноту за свет. Так и в нашей жизни. Мы с вами выучили сегодня то, что нам объясняли мудрецы, две простые вещи. Первое. Многие неприятности, которые иногда нам кажутся неприятности и сыпятся на нас, это искупление наших грехов. И второе. Никогда к ним не надо привыкать. Ни к ним, ни к каким-то проблемам. Надо с этим медленно, последовательно, но с улыбкой на лице бороться. Брахавы от слахов. Продолжение следует...